Всем привет! Сегодня распаковка посылки с торговой площадки Алиэкспресс. Вес посылки полкилограмма, оценено в 35 бакинских рубалей. Ехала до меня почтой Финляндии. Товар заказывал по предзаказу 29 ноября в черную пятницу. Отправили 8 января 2020 года. Ну и через 20 дней я ее получил. В этой посылке мобильный телефон Black-U A80 Pro. Распаковываем. Сразу пробежимся по характеристикам девайса. У него очень большой экран, почти 6,5 дюймов, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной, постоянной. Аккумулятор 4680 мАч. Ну и также камеры 8 мегапикселей и 13 мегапикселей Sony AMX 258. Это основная камера. Цвет телефона я заказывал синий и по-научному он тут называется Gradient Blue. В комплекте девайс уже с прозрачным бампером. Бампер всегда в комплекте идет, даже у дешманских девайсов. Ничего необычного. Обычный дешевый бампер. Сразу перейдем к комплектации и посмотрим ее. Имеется конвертик, в котором присутствует отмычка для открытия сим лотка. Мануал довольно-таки толстый. Есть английский язык, ну и также присутствует русский. И также есть защитная пленка для экрана. В комплекте присутствует кабель для зарядки и синхронизации телефона. Кабель с разъемом USB-C. Также присутствуют дешманские наушники с логотипом Blackview. Для прослушивания музыки они вряд ли подойдут. Ну а использовать как гарнитуру вполне-таки можно. Ну и также в комплекте довольно-таки массивный блок зарядного устройства с напряжением 5 вольт и силой тока 2 ампера. По-хорошему, аккумулятор девайса на 4600 мАч. Этот блочок должен без проблем заряжать за два с половиной часа. Ну что ж, посмотрим сам девайс. Задняя сторона девайса имеет глянцевую поверхность. Отпечатки пальцев приживаются моментально. Градиент цветности здесь начинается сверху. От ярко-синего и до темно-фиолетового книзу. У телефона присутствует система из четырех камер, из которых две, как я полагаю, липовые. Но должны быть по сути рабочие основные от Sony. Датчик AMX 258. Ну и скорее всего камера телефото для эффекта боке. Остальные две камеры скорее всего здесь выполняют маркетинговую функцию. Так сказать, чтобы было. Вспышка камер на этом телефоне двойная, но она одноцветная. Также присутствует сканер отпечатков пальцев, наклейка с e-mail номерами и серийным номером, ну и логотип компании Blackview. На правой стороне телефона присутствует клавиша громкости и клавиша питания. Ход у клавиш довольно-таки тугой и не имеет люфта. На верхней грани телефона находится только разъем под наушники 3,5 миллиметровый джек. На левой стороне находится только лоток под сим-карты. Ну а снизу расположились мультимедийный динамик, разъем USB-C для зарядки синхронизации, ну и также скорее всего микрофон. Это бутафорские отверстия, ну сделаны для симметрии. Сразу снимаем транспортировочную пленку с экрана. Под транспортировочной пленкой находится еще одна пленка, уже защитная. Ну на первое время, так сказать, пойдет. Вообще размеры этого телефона довольно-таки конские. Длина телефона 164 миллиметра, ширина 78 и толщина в районе камеры порядка 9 миллиметров. Боковые рамки 2 миллиметра, а нижний подбородок 7 миллиметров. Не могу не отметить, что довольно-таки аккуратненько сделан вырез под камеру, вот эта капелька. Плавные очертания удалось добиться инженерам компании Blackview. Сейчас посмотрим максимальную яркость экрана. Ну, в принципе, неплохо. Я думаю, что в дневную солнечную погоду нормально можно будет посмотреть, различить объекты на этом экране. Ну и минимальная яркость, ну тут ничего нового нет, она всегда на бюджетных телефонах завышена. Конечно же, здесь экран IPS, сделанный по технологии ОГС, воздушной прослойки не имеет. Верхняя шторка выполнена в стиле ночной темы, темная, имеются все необходимые переключатели для коммуникаций, Wi-Fi, Bluetooth, передача данных, автоповорот, ночной режим так также есть, трансляции можно выводить по беспроводному монитору, фонарик, режим полет и также есть запись с экрана. Можно будет делать видеозапись с экрана телефона. Кстати, сейчас проверим фонарик. Про фонарик ничего плохого сказать не могу, свет достаточно яркий, в этом ему помогает двойной светодиод, и поэтому я думаю, что фото сделано на камеру с применением этой вспышки должны выглядеть достаточно неплохо. Дизайн интерфейса выполнен в стиле стокового андроида, но немножко перерисованы иконки. Блэкью всегда перерисовывает иконки андроида, пытается внести какие-то свои изменения. Есть, присутствуют все сервисы Google, с коробки, так сказать, плейфильмы, YouTube музыка есть, обычный YouTube, карты, диск, Google фото есть, скорее всего, если есть Google фото, значит нет галереи стандартной. Да, действительно, галереи я не вижу. Есть музыка, да, это стандартный андроидовский плеер, диктофон есть, календарь, присутствует FM радио, что очень хорошо, можно будет подключить наушники и слушать обычное радио без подключения к интернету. Многие производители выпиливают эту функцию, а функция, в принципе, нужная. Сейчас зайдем в настройки, посмотрим, что у нас вообще тут творится. О телефоне есть информация по памяти, 64 гигабайта, RAM, 4, разрешение экрана. Разрешение экрана здесь не Full HD, а HD. И, в принципе, с довольно-таки производительным процессором Helio P25, я думаю, этот телефон должен неплохо тащить тяжелые 3D-игры. 13-мегапиксельная камера основная и 8 мегапикселей, это, скорее всего, фронталка. Девятая версия андроида, сейчас посмотрим, да, Android Pie. В настройках присутствует пункт обновления системы, при подключении к Wi-Fi можно будет проверить наличие обновлений. Так, есть пункт умный помощник, посмотрим, что здесь есть. Панель управления, сенсорные кнопки, дополнительные жесты. Ага, здесь можно, то есть, использовать жесты, то есть, кому удобнее, можно отключить сенсорные кнопки и пользоваться жестами. Руководство по эксплуатации жестами, здесь также все присутствует. Также можно клавиши поменять местами, кому как удобнее. И также можно панель навигации скрыть. А открывается она свайпом снизу. Производитель нам дает внутренней памяти телефона 64 ГБ, из которых уже из коробки занято 7 и 7 ГБ. Почти 8 ГБ занято. Но, тем не менее, достаточно много остается. Многим будет этого достаточно. Сейчас послушаем, как звучит этот динамик. Но я сразу рекомендую зайти в этот пункт, улучшение звука, и отключить усилитель громкости динамика. Как правило, на бюджетных телефонах, практически на всех, которые я тестировал, эта функция ничего не дает, а только вызывает дребезжание динамика. Ну и попробуем включить что-нибудь. Мультимедийный динамик находится в правой решетке. Звук довольно-таки плоский, сразу выдает бюджетность этого динамика. На этом производитель, естественно, сэкономил. В настройках экрана есть возможность включить ночной режим. Цвета экрана становятся мягкие, и тем самым снижается напряжение на глаза в темное время суток. Ну и в настройках экрана присутствует Miravision. Можно настроить изображение, стандартный, яркий и пользовательский режим. Теперь проверим камеру. Посмотрим еще на камеру этого телефончика. Сразу вижу, что присутствует автоматическая фокусировка. Есть у нас режим видео, фото, специальный режим. Можно будет выбирать настройки монохром, черно-белый снимок, красота. Я так понимаю, это бьюти. Ну и виртуальный есть. Скорее всего, это режим боке. То есть мы можем открыть-закрыть апертуру, и тем самым размыть фон. Больше-меньше по бокам этого снимка. В настройках размер фото выставлен максимальный в 13 мегапикселей в формате 4х3. Можно выставить в формате 16х9, 8 мегапикселей, и также 18х9, также 8 мегапикселей. 10 мегапикселей, формат один к одному. Также в настройках автовспышки присутствуют режимы автоматический, выключить и включить. Поставим автоматическую вспышку, ну и попробуем что-нибудь сфотографировать. Довольно-таки шустро работает автофокус. Пока все нравится. Ну и посмотрим снимочек, который получился на этом телефоне. В условиях, так сказать, недостаточной освещенности. Как видно, присутствует водяной знак, который, в принципе, отключается в настройках. Blackview A80 Pro, Watt Camera, четверная камера. Ну что ж, в принципе, текст довольно-таки четко отобразила эта камера. Эту камеру действительно хорошо спасает светочувствительный модуль от Sony IMX258. В условиях недостаточной освещенности довольно-таки четко сработала эта камера. Мне нравится. На начальном этапе мне нравятся снимки с этой камеры. Ну что ж, на бумаге все хорошо расписано. Ну теперь, я думаю, необходимо провести тестирование этого девайса, так сказать, в полевых условиях. Нужно будет походить с ним, позвонить, попользоваться со всеми коммуникациями. Также прогнать тесты. Ну и потом, соответственно, я выскажу свое мнение. Как работает динамик, слышимость, микрофон и экран. На улице камера, фото, видео. В общем, тестируем и потом продолжим. Ну что ж, походил я с этим телефоном несколько дней. И я могу сказать, что это вполне рабочая лошадка. От компании Blackview. Как обычно, есть и плюсы, и минусы. Но об этом я сейчас и расскажу. Сразу могу сказать, что по качеству связи проблем никаких нет. Телефон нормально работал с моей сим-картой Beeline. Единственное, я заметил, бывали частые переходы с 4G на 3G и обратно. Но это, скорее всего, моя местность. Я живу в районном центре. И здесь покрытие 4G нестабильное. Телефон поддерживает все необходимые диапазоны. GSM, 2G, 3G. Ну и также 4G LTE. Все необходимые бенды. Для России это 3, 5, 7. Ну и также, конечно же, есть Band 20. Ну и есть еще редко используемые бенды. Вплоть до 66. Ну а на второй симке у нас только 2G и 3G. Соответственно, симку с интернетом вставляем в первый слот. Во время звонков разговорный динамик и разговорный микрофон также себя адекватно ведут. Мне было отлично слышно собеседников. Собеседники слышали меня, никто никого не переспрашивал. С этим проблем нет. Экранчик телефона тоже вполне хороший. В дневное время суток никаких проблем с отображением. Все элементы интерфейса нормально просматриваются. Оболочка телефона также достаточно шустрая. Никаких подвисаний я не заметил за время тестирования. Смутило единственное, что это голый Android. Но кнопки меню всех приложений здесь нет. Но для кого-то это совсем проблемой не является. Можно установить любой лаунчер. Благо в маркете их очень много. Обновлений на телефон с момента покупки еще не было. Скорее всего, китайцам некогда. Они, видимо, даже не успевают штамповать эти телефоны. И, скорее всего, по этой причине обновлений телефона, я думаю, что в ближайшее время не предвидится. Кстати, в российских магазинах ДНС этот девайс предлагается за 8 990 рублей. Вот такие вот ценники. Ну и сейчас быстро пробежимся по тестам. Скорость Wi-Fi сети на загрузку 52 Мбит и на передачу 55 Мбит в секунду. Кстати, модуль Wi-Fi здесь двухдиапазонный. В бенчмарке Antutu версии 822 телефон набирает 102 274 балла. При тестировании скорости внутренней памяти телефона имеем следующие показатели. На чтение 203 Мбит в секунду и на запись 229 Мбит в секунду. А результаты скорости тестирования оперативной памяти 5723 Мбит в секунду. Тестирование местоположения по спутникам GPS я проводил внутри квартиры. И в течение 30 секунд телефон нашел 21 спутник и к 12 благополучно зацепился. Но я считаю, что здесь достойный модуль GPS. Сердцем телефона является процессор Mediatek MT6757 с тактовой частотой 2,39 почти 2,4 ГГц. Восьмиядерный со старенькими ядрами Cortex-A53. Ну и также графический ускоритель Mali-T880. Экран телефона 6,5 дюймов, разрешение 720 на 1560 пикселей, то есть это HD+. Точек на дюйм 264, всего оперативной памяти 3832, из них свободно 2197. Внутренняя память телефона 64 ГБ, из которых производитель нам дает почти 53 ГБ. Остальное занимает система Android, а также предустановленные приложения. Вообще по процессору тут немного непонятно. Программки пишут, что это MT6757. Производитель заявляет, что это MT6757SD, то есть Helio P25. Но если мы посмотрим спецификации процессора Helio P25, то мы увидим, что процессор этот должен работать на частоте 2,6 ГГц. И графический ускоритель Mali-T880 MP2 с частотой 1 ГГц. К сожалению, программка КПУЗ не показывает частоту графического ускорителя. Она ее покажет только если получить РУП права на этот телефон. Но у меня такое подозрение, что китайцы хотят нас ввести в заблуждение. Они это делать давно умеют. И вместо Helio P25 нам подсунули Helio P20. Я думаю, что здесь две причины. Или действительно имеет место такой обман от китайцев. Или же китайцы осознанно понизили частоту процессора Mediatek Helio P25 до 2,3 ГГц. Для того, чтобы не было перегрева. При стресс-тесте в 15 минут в программке Throttling Test телефон нагрелся до 41 градуса. Это зафиксировала программа КПУ Monitor. Но тем не менее у процессора Throttling присутствует. И программа пишет, что процессор работает только на 79% от своей максимальной производительности. При этом я зафиксировал на 13 минуте, что первый кластер сбросил свою частоту до 1,18 ГГц. А второй высокопроизводительный кластер сбросил частоту до 1,8 ГГц. И это еще не предел. Я видел, как частота на втором кластере понижалась до 1,6 ГГц. И я не думаю, что в этом виновата температура. Этот процессор в принципе стабильно должен работать при температуре 60-65 градусов по Цельсию. Мое предположение только одно. В прошивке очень плохая оптимизация системы. И теперь по сути остается лишь одно. Ждать обновлений прошивки. И надеяться, что китайцы пофиксят эту проблему. Печально видеть, что такой довольно-таки мощный процессор и работает на 70% от своей производительности. Но это никуда не годится. И в связи с этим, соответственно, все тяжелые игрухи гоняем только на низких настройках графики. Ну и сейчас я покажу, как телефон справляется с игрой Real Racing 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Игра Real Racing 3 довольно-таки неплохо идет на этом телефоне. Ну а в такие тяжелые 3D-игры, как Танки, Асфальт 8-9, ну там придется выставить минимальные значения графики. Иначе играть с 20-25 FPS будет очень даже некомфортно. Максимальное разрешение видео, которое поддерживает этот девайс на ютубе, это 720p HD 60 FPS. В принципе, картинка отличная, сочная. Грузится моментально. Ну и также картинку можно растянуть на весь экран. Никаких тормозов, фризов, лагов при воспроизведении видео в HD качестве 60 FPS я не заметил. Набор сенсоров в этом девайсе довольно-таки скромный. Есть все необходимое. Это акселерометр, работающий более-менее адекватно. Есть датчик освещения. И также датчик приближения. Все работает как надо. Не могу не отметить работу сканера отпечатков пальцев на этом телефоне. Да, он недостаточно шустрый, но зато он точный. За все время использования он еще ни разу у меня не ошибался. Сканер здесь зачетный. К сожалению, у меня нет возможности проверить функцию OTG. У меня нет просто такого переходника OTG кабеля с разъемом USB-C. Но, как заявляет компания BlackQ, этот телефон поддерживает функцию OTG. Что немаловажно, девайс имеет светодиодный индикатор событий, который расположился в верхнем левом углу. Когда заряд аккумулятора становится менее 15%, светодиодный индикатор начинает мигать приблизительно один раз в 5 секунд красным цветом. Когда ставишь на зарядку, индикатор просто горит красным цветом. И когда девайс полностью заряжен, заряжен его аккумулятор, индикатор горит зеленым цветом. Что сказать по аккумулятору? Аккумулятор здесь, в принципе, неплохой. Я девайс разряжал в 0, потом поставил на зарядку. Полная зарядка длилась около 3 часов. USB-тестер показал емкость, которую он залил в телефон, приблизительно около 4250 мАч. За час телефон заряжается на 43%. Ну и зарядное устройство выдает честные 2 А. Кто хочет купить этот девайс, я могу обрадовать. На полный день активного использования этого аккумулятора хватит. Ну а кто не так часто берет телефон в руки, тем может хватить аккумулятора и дня на 3. Про камеру я уже говорил. Здесь она достойная. При съемке видео в ней есть цифровая стабилизация. Также есть довольно-таки продвинутый режим. Это специальность. Почему-то он тут так называется. И тут даже есть функция фокусировки. Можно отфокусировать объект в кадре довольно-таки точно. Камера этого телефона мне понравилась. Она действительно достойная за эту цену. Так же, как и этот телефон в целом. И в принципе, его я могу рекомендовать к покупке. Но, конечно, не за такую цену, которую просит ДНС в Российской Федерации. Ссылки на магазин, где приобрести этот телефон, я оставлю в описании под этим видео. Дальше смотрите примеры фото и видео, сделанные на камеру этого телефона. А на этом все. Если видео было полезно, ставим палец. Всем пока. Тестирование камеры телефона Blackview A80 Pro. Видео пишется в разрешении Full HD. Автофокус при съемке видео есть. Вот такая мерзкая погода. Сегодня 3 февраля 2020 года. Весь день идет дождь, ветрено. Цифровая стабилизация при съемке видео присутствует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok